Всем привет! С вами я, Виола. И у нас сегодня уже 93-й шаг, в котором я покажу вам украшение из ювелирного салона Милри Банханум. Находится он в Баку, столице Азербайджана. Для тех, кто смотрит впервые, присоединился к нам впервые, я внесу ясность. Я скажу, что мы не называем размеры колец, потому что мы подгоняем их подваж. И хочу заметить, что выходит два ролика. Первый, где я демонстрирую украшения, выбранные для показа на себе, чтобы вы имели представление, как они смотрятся, какого они размера. И следом выходит ролик с фотографиями, пока их я еще делаю. Где все украшения пронумерованы. Сделано это для вашего, для моего удобства. Вы мне называете номер шага, номер украшения. И я даю вам ту дополнительную информацию, которая вас интересует. Касаемо цен, обращайтесь, пожалуйста, ко мне. Мои контакты закреплены в комментариях. Их можно найти в инфобоксе под моими видео. В инфобоксах. Итак, наверное, начнем. Начнем с того, что на мне. Я сегодня, как вы видите, в своей покупке, в новом приобретении, вот так это смотрится, ожерелье, серьги к нему. Швензы я так еще и не поменяла. На мне браслеты. Вот такой вот браслет с ажурными шариками к этому ожерелью. Я разбавила его. Мое вот это любимейшее кольцо, которое приходило ко мне по обмену. На эту руку я ничего не надела, чтобы лишний раз ничего не снимать. Потому что, конечно же, я сниму сейчас то, что помешает нашему показу. И мы начнем. Как всегда, украшения для вас приготовили мы великолепные. Думаю, что многим они понравятся. Так. Все. Что ж. Первый набор. Начнем традиционно уже с наборов. И первый набор, который я вам хочу предложить. Это вот такая красота. С мистик-кварцем, мистик-табазом. Этот камень изготавливают в лабораторных условиях. Очень красивый. Универсальный. Подходящий под любую одежду. Под любой ваш наряд. Он будет смотреться великолепно. Серьги с подвесной частью. То, что я люблю. Вот так выглядят сережки. Прекрасный образ создает этот камень. И колечко к нему. И колечко к нему. Вот такое кольцо. Вот так оно смотрится. Поближе покажу вам. Вот такая красота. Вот такая красота. Очень яркий комплект, переливающийся всеми цветами радуги. Дальше у нас будет лимонный кварц. Лимонный кварц будет у нас вот такие вот кабошоны. Такие своеобразные лупы. У меня есть такой комплект чуть другой формы. Но мне он очень нравится. С удовольствием я его ношу. Вот, пожалуйста. Колечко к нему. Вот такая красота. Очень приятный оттенок желтого. Спокойный. Но тем не менее заметный. Вот так выглядит этот набор. Мне очень нравится. Следующий набор наш будет такой миниатюрный. Такой набор есть у Марьяша. Вот точно такой. Это голубые топазики. Этот набор можно носить и миниатюрным девушкам. Также, конечно, подойдет хорошо для подростков. Для таких юных совсем красавиц. Можно приобрести его в подарок. Ко дню рождения. Либо просто подарок дочке, сестре, крестнице. Себе. Почему бы и нет. Вот сейчас посмотрите. Несмотря на то, что он такой маленький. Как он хорошо садится на ушко. И как вариант для ежедневного дополнения к вашему наряду. Он тоже очень подойдет. Внимательно присмотритесь к этому набору. Опять повторюсь. Несмотря на свою миниатюрность, он ни в коем случае на вас не потеряется. Вот такая прелесть. Голубые топазы. Очень приятный и яркий набор. Мне очень нравится. Так вот. Красиво? Красиво. Дальше у нас мультисапфиры. И вот что я могу вам предложить. Хочу вам предложить. Это вот такой комплект. Идет он в фасетной огранке моей любимой. На фотографиях можно будет лучше посмотреть. Опять-таки, не стесняйтесь, просите у меня фото. Возможно, свет не очень, освещение не очень. Но, друзья, у нас в Баку пасмурно. Вот я делаю съемку. У нас достаточно пасмурно. Я включила освещение. Но я сама понимаю, что свет не ахти. Не будьте слишком строги ко мне. Я стараюсь. Я очень стараюсь. для вас. И мне хочется, конечно, чтобы вы оставались довольны. Опять-таки, просите дополнительные фото. С удовольствием я их для вас сделаю. Кольцо к этому набору. Вот такое. Вот так выглядят эти мультисапфиры. Комплект не мелкий. Он крупнее среднего. Он абсолютно комфортный в плане веса. И, конечно же, замечательные здесь камни. Так он и поблескивает. Я прям... Переживаю, что не могу вам в полной мере показать красоту камней. К сожалению. Но, опять-таки, можно рассмотреть это все на фотографиях. Здесь, вот в этом ролике, в приоритете размеры украшений самих. Они важнее. С этой целью этот ролик и снимает за мной. Я могла бы показывать украшения на руках или не на руках, как делает большинство. Но, я по себе знаю, очень сложно так определить размер украшения. Поэтому, я их примеряю для вас. Вот, дорогие мои. Вот такой набор. Здесь у нас есть позолота. Частичное-частичное чернение. С обратной стороны позолота не наблюдается. Вот такая красота. Тоже серьги с подвесной частью. Они несколько стилизованные. Очень интересные. И, конечно же, розовый кварц. Который придает нам... Добавляет, вернее, не придает. Добавляет нам женственности, нежности. И сама модель этого набора, она только способствует. Он такой игривый, кокетливый. Мне очень нравится. Очень нравится, как выглядит этот комплект. Вот такое к нему кольцо. И подвеска, которая полностью повторяет сережку. Вот так выглядит подвеска. Давайте я приложу к платью. И мы с вами посмотрим. Она тоже не мелкая. Вот на черном ее прекрасно заметно хорошо. Она также будет смотреться на коже. Вот такой набор с розовым кварцем. Очень симпатичный. И, повторюсь, очень женственный. И за счет камня, и за счет самой модели. Мне очень нравится. Я люблю вообще вот такие вот. Ну, это Восток. У нас на Кавказе тоже принято. Украшения такие носители. Испокон веков в нашей истории, в нашей культуре существуют. Ну, я думаю, что многим женщинам нравится этот стиль. Если не всем, то, конечно же, многим. Я так считаю. Следующий набор у нас будет с моим любимым камнем. Это вот такая красота. Как-то я этот набор уже демонстрировала. И здесь тоже оказалась история, когда расхватали и не берут. Он, как мой. У меня точно такой комплект. Единственное, что у меня серьги без подвесной части. Я вам признаюсь по секрету, что вот этот набор мне нравится значительно больше. Но на тот момент, когда я покупала свой, такого не было. Иначе, конечно, я бы выбрала этот. Тоже подвижная серьга. Она все-таки придает определенную какую-то изюминку. Мне очень нравится. Вот такое крупное кольцо. Крупные серьги. Но хочу заметить, что спил у камня достаточно тонкий. Поэтому серьги сидят комфортно. И смотрятся замечательно. Я люблю такие украшения. Ну и опять-таки, мой любимый камень. Мой любимый цвет. Так, что я хотела еще вам показать, дорогие мои, к этому комплекту. Конечно, браслет можно приобрести автономно совершенно. Но... Ой, шикарный просто браслет. Посмотрите, какой наручень я могу вам предложить. Здесь камни не круглой формы. Они тоже вытянуты. Такой овал. Единственное, что отличается, конечно, размер камней в комплекте и камней в браслете. Но посмотрите, какой роскошный браслет. Роскошный. Его можно приобрести, повторюсь, автономно. Для тех, кто имеет уже украшения сониксом. И вот так вот это все между собой подружить. Либо же приобрести его к этому комплекту, что тоже будет замечательно. Застежка у браслета Тогол. Мы к нему еще вернемся. Более подробно я вам покажу. Но сейчас я хочу, чтобы вы имели представление, какую роскошь я имею удовольствие вам предложить. Ну, это просто сказка. Я обожаю такие украшения. И я думаю, не я одна. Так что, дорогие мои, Подумайте, посмотрите. Это очень красиво. Следующий набор не менее красивый. Здесь интересное сочетание. Здесь идут кианиты с рубинами. Опять у нас весельки. Видимо, этому способствует погода, нынешнее время года. И хотя мы здесь сидим на карантине, кто-то в более жесткой форме, кто-то в более свободной. Но тем не менее, видимо, уже хочется чего-то такого игривого, чего-то такого веселого, чего-то яркого. Хочется этого вне зависимости от той ситуации, в которой сейчас находится весь мир. Конечно же, она закончится. И мы опять наденем свои наряды, наденем свои украшения. И выйдем в этот мир. В какой-то мере, я думаю, обновленный. Вот, посмотрите, друзья, какая красота. Кстати, хочу заметить, что на швензах, швензы выложены микрофионитами. Вот так смотрятся серьги. Колечко к этому набору. Вот такая прелесть. Рубины здесь в какой-то мере очищены. Не могу сказать, что они совсем уж плотные. Такой, ну, плотного такого состава, как это сказать? Вот такая красота. Красивый набор. И, повторюсь, вот сочетание камней несколько неожиданное, но, тем не менее, мне кажется, ну, не убавить, не прибавить. Визуально мне это очень нравится. Нравится сама модель, нравится сочетание камней, нравится вот эта цветовая гамма, как это между собой все выглядит. Это красиво. Вот такие кабошонки, анито. И рубинчики у нас идут в огранке. Такая прелесть. Следующий набор. Это у нас авантюрин. Золотой песок. Это тоже камень, созданный искусственным путем. Есть природный авантюрин, но золотой песок, вот этот, в данном случае, не природный. Вот такой крупный набор, очень большой. Смотрится он следующим образом. Он эффектный, он бесподобный. Да, вот посмотрите, какая красота. Идет тоже здесь фасетная огранка. Блики вот эти. Дополнительный блеск придают камню, который и так светится. Вот такая прелесть. Посмотрите, друзья. Конечно, хочу сразу сказать, что серьги здесь не невесомые. Они ощутимые. Но есть множество девушек, женщин, которые предпочитают, любят носить серьги, чтобы они чувствовались на ухе. Эти серьги будут чувствоваться. В них, ну, лично я смогла бы проходить, наверное, половину рабочего дня, да, со своим вот таким вот, со своей такой нелюбовью к тяжелым украшениям. Даже не то, чтобы нелюбовь. Я просто берегу свои проколы. Поэтому я очень аккуратно и очень бережно к ним отношусь. И не ношу долгое время тяжелые украшения. Хотя они мне очень нравятся. Я имею в виду массивные, объемные такие украшения. По сути, они могут быть и легкими, конечно, смотря какой в них камень, как они выполнены. Но это к этому украшению-то не относится. Они все-таки имеют вес. Но, скажу я вам опять но, что они, конечно, достойнейшие. Достойнейшие. И здесь цель оправдывает средства. Я так считаю. Посмотрите, какая красота. Зеленый агат. Зеленый агат. Такой полосатый, такой интересный, такой яркий, ограненный. Вот он, вот такой вот овал. Очень сочное украшение. Давайте я надену, вы сами в этом убедитесь. Посмотрите, как оно выглядит. Вот интересно, все украшения, они разные совершенно. Но каждый из них смотрится великолепно. Каждая по-своему. Посмотрите, как с черным сочетается зеленый цвет, да? А как он с желтым будет смотреться. Боже мой, это же просто нечто невероятное. Вот такая красота. Крупный тоже набор, но он, конечно, легче, чем предыдущий. Его можно носить спокойно в течение дня. Он не будет оставлять дискомфорта. И ушко ваше не будет страдать, ваш прокол. Вот такая прелесть. Какой он красивый. Он очень красивый. Яркий-яркий. Супер. Ски. Следующий набор у нас не менее яркий и не менее красивый. И это самоцветы. Посмотрите, друзья, какая прелесть. Здесь у нас идет топаз голубой, лимонный кварц, аметист, хризалит и рубинчики. И все это разбавлено капелюшкой микрофионитов. И вот такая вот какая-то растительная тема, такая яркая, очень весенняя, очень летняя, создающая определенное настроение. И как это выглядит, когда примеряешь. Просто чудесно. Вот чудесно смотрится набор. Такие крупные серьги, но они не тяжелые. Видите, мой прокол, он даже не вытягивается. Совершенно комфортно сидит сережка, бесподобное украшение и колечко. Вот оно какое огромное. Летом на какой-то ужин в каком-нибудь приятном, уютном ресторанчике, либо кафе, в черте города, либо на отдыхе. Он будет смотреться на вас неотразимо. Вашу красоту он только подчеркнет. Вот такое чудо. Он такой питиеватый, такой классный. Мне очень нравится. Все нравится, все нравится, все хочу. Итак, закончили мы с комплектами. И давайте перейдем с вами, наверное, кольца. Первое кольцо, которое я покажу, это наше фирменное кольцо. Оно одно единственное. Но я хочу заранее сказать, мне писала девушка одна в WhatsApp, она спрашивала про наличие таких колец. Я ей сказала, что будет у нас. К сожалению, я очистила телефон и переписка наша пропала, соответственно. Поэтому я прошу эту девушку отозваться, дать свое добро. В общем, написать, что она забирает, не забирает. И уже потом, друзья, кто захочет, его возьмет. Если эта девушка, вдруг передумай. Невероятное кольцо, как и все наши эти кольца. Посмотрите, какой палец моментально становится. Изящный такой. Ой, а я серьги не сняла. Забываю часто. Вот, посмотрите. Все эти наши кольца знают, все с ними знакомы. Очень многие являются их счастливыми обладательницами. Одна из них Светлана. Светлана, которая живет в Украине, вам огромный привет. У нее практически коллекция таких колец с разными минералами. Светлане очень нравится эта модель. И я думаю, что не напрасно. Светлана, еще раз вам огромный привет. Привет вообще Украине. Привет всем девочкам моим в Украине. И, конечно, Константин. Ну, Константин тоже. Они с семьей, с супругой живут в Украине. Я вам всем передаю привет. Наташенька, вам. Танечка, вам. Светлана, вам. В общем, девочки, все, кто в Украине. Мужчины. И неважно, являетесь вы моими покупателями, либо просто зрителями. В общем, в Украине огромный привет. Привет России. Привет, в общем, всему миру. Я считаю себя человеком мира. Я обожаю все страны, все народности. У меня не существует плохих наций. Есть просто определенные отдельные представители. Они есть везде. Но мы не будем о грустном. А лучше покажу вам очередную красоту. И это кольцо с сердоликом. Вот такой перстень. Посмотрите, какая красота. Вот такая прелесть. Роскошный здесь просто камень. Модель бесподобная. Мне очень нравится, как выглядит это кольцо на руке. Я бы, конечно, предпочла носить его на среднем пальце. Но это чисто мои предпочтения. Размер не позволяет примерить. Но я думаю, все мы можем с легкостью представить, как это кольцо будет выглядеть на среднем пальчике. На любом. На какой вы захотите его надеть и носить. Вот такое кольцо. Очень красиво. Я обожаю, когда зерни присутствуют в украшениях. Мне это очень нравится. Так. Следующее колечко. Тоже интересная вот такая модель. И здесь у нас идет изумруд. Изумруд неочищенный. Кольцо вот такое крупное. Камень частично огранен. Вот так он бликует. Посмотрите, какая прелесть. Оно тоже стилизованное. Интересная модель. Есть вот такие прорези. Такой орнамент. Красивое кольцо. Высокая посадка у камня. Оно очень эффектное. Я не могу назвать его перстнем, потому что форма где-то не позволяет. Да, его вот эта вот вытянутая форма. Но вот за счет высокой такой посадки существует, ну, такое немножко желание, что ли, как-то обозначить его как перстень. Но, безусловно, это роскошное, прекрасное кольцо с неочищенным изумрудом природным. Вот так, мои дорогие. Все украшения бесподобные. Все. Вот какое в руки не возьмешь, каждая по-своему прекрасна. Лишнее тому подтверждение. Вот это кольцо без камней. Здесь такая какая-то стилизованная, то ли коса, какое-то плетение вот такое интересное. Мне очень нравится тоже. Видите, кольцо какое, да? Так, мне не очень комфортно надеть его. А здесь оно смотрится плохо. Нет. Все-таки вот эти кольца, я считаю, они предназначены именно для средних пальцев. Они на них очень хорошо садятся. Такое впечатление, что они под них сделаны. Конечно, безусловно, можно носить на безымянном, можно носить на указательном пальце, но размер тогда должен подходить. Оно вот я сейчас надену. Вы посмотрите разницу. На безымянном пальце оно просто болтается. Но, возможно, это на моих пальцах. Видите? Оно не садится. Палец тут как будто бы вот есть свободное место, и как-то выглядит кольцо несуразно. Оно крупновато. Вот. Оно крупновато для безымянного пальца. На средний палец самое то. Вот такая прелесть. Так, последнее кольцо. Держитесь, держитесь, граждане. Держитесь, друзья. Держитесь, девчата. Вот оно. Посмотрите, какое оно огромное. И что это у нас? Конечно же, это у нас аквамарин. Вот такая прелесть. Тоже интересная очень. Вот такая вот рамка. Обрамлено кламарин в такую рамку. Но мне нравится. Мне так нравится. Вот это... Вот я люблю такие вещи. Когда ты надеваешь одно кольцо, и все как бы, да. Вот ручка полностью одета. Она не выглядит голой. Я не представляю. Я вообще не могу представить, чтобы здесь дополнительно еще что-то было. Настолько акцент на этом кольце, да. Что нечто, если добавить сюда, мне кажется, это будет просто... Ну... Ну, не знаю. Ну, не то. Вот такой аквамарин, друзья. Я вам предлагаю к приобретению. Мы закончили с кольцами. И давайте посмотрим кулоны. Сегодня я покажу вам две подвески. Приготовила я свой... Ой, кожаный шнурок. Первый кулон. Это вот такая красота. Посмотрите, здесь у нас идут самоцветы. Ох, как я люблю вот эти работы. Обожаю. Просто обожаю. Что у нас здесь по камням? Здесь у нас, значит, цитрины, хризолиты, гранаты и айлайты. Айлайт, вот эти синие, да. Это разновидность сапфиров. Невероятно красивый кулон. Конечно, очень яркий. Ну, что об этом говорить? Видите, это все перед вашими глазами. Эти модели мною горячо любимы. Давайте я надену. Вот так он будет смотреться. Он не мелкий. Он крупный. К этому кулону, конечно же, можно надеть нечто подобное с самоцветами, какой-то микс, либо любые камни сюда подойдут. Любые. Не обязательно те, которые присутствуют в этом кулоне. Абсолютно нет. Нет. Здесь будут смотреться любые камни к месту. И, конечно же, безусловно, это можно носить с бескаменькой. Абсолютно спокойно. Это будет у вас один вот такой яркий акцент в вашем образе. Остальные украшения могут быть без камней. Вариантов масса. Было бы желание, да. Было бы желание и, конечно, любовь. Любовь, которую вы испытываете при виде того или иного украшения. У меня лично так. Я когда вижу, мне надо влюбиться. Вот влюбиться и все. Редко у меня бывает, когда я там, в общем, хочу, не хочу. Но это уже зависит от моего настроения, как я себя на данный момент чувствую. А так, конечно, влюбляешься в украшения, теряешь голову и потом носишь его с огромным удовольствием. Что ж, вот такой кулон я вам показываю, мои дорогие друзья. Следующий кулон у нас будет с лабрадором. И это нечто невероятное. Лабрадор здесь идет в огранке. Посмотрите, какой шикарный крупный подвес. И здесь вот эти вставки, вот тут, это хризолиты. Посмотрите, какого качества камень. Он говорит сам за себя, абсолютно не стесняясь. Он гордо заявляет о своем качестве. Огранка присутствует также на оборотной стороне камня, что придает ему дополнительной игры вот этого света, совершенно бесподобного, совершенно волшебного, магического. Для меня, да, для меня лабрадоры, лунные камни, это магия в чистом виде. Вот, посмотрите, какой кулон. Невероятный, ну невероятный просто. Вот он, как он бликует. Чудо. И, чтобы не было ему грустно и одиноко, я могу вам предложить к нему вот такой браслет. Здесь вы тоже видите камни. Они не скромняшки. Они гордятся собой. Они о себе заявляют просто громко, ярко. И вот такой браслет. Здесь у нас тоже застежка Тоггл. Можно приобрести к этому кулону. Как мне показать? Наверное, чуть выше я его приподниму, чтобы я вместе с кулоном и с браслетом поместилась в кадре. Вот, посмотрите, дорогие мои, угол наклона немножко неверный. Я сейчас покажу их на руках вам вместе. Браслет – это просто нечто бесподобное, в принципе, как и кулон. Вот такая красота. Здесь, кстати, тоже на обратной стороне камней есть огранка. Посмотрите, какое чудо. Давайте кулон я сниму и покажу вам тоже вместе с этим браслетом. У меня уже заканчивается время. Мне надо, по сути, ускоряться чуть-чуть. Так, друзья. Вот наш кулон. И вот наш браслет. Можно их приобрести вместе, можно их приобрести по отдельности. Как ваша душа пожелает, так и поступайте. Так, если кто-то подумает, что здесь какой-то дефект, нет, абсолютно нет. Это включение внутри самого камня. Оно никак не повлияло на шлифовку. Так что дефекта здесь никакого нет. Это природная такая родинка. И давайте все-таки вернемся к этому невероятному браслету. Я вам его покажу. Но это чудо. Вот так он выглядит, этот наручень. Он очень широкий. Очень эффектно. Я бы даже сказала, вызывающий. Вот такой браслет. Бесподобный. Это манжет. Манжет в чистом виде. Не у каждой еще одежды такие широкие манжеты. Ну вот, друзья, я вам предложила сегодня украшения, которые я выбрала для вас. Надеюсь, на вас они произвели такое же впечатление, как и на меня. Вот такая вот прелесть. Спасибо вам большое. Я буду заканчивать, потому что время действительно сейчас видео прервется, не успею попрощаться. Спасибо вам большое, что вы были со мной. Спасибо, что вы у меня есть. Я желаю вам здоровья. Всем-всем-всем без исключения. Желаю вам всем всего только самого доброго. Обязательно берегите себя и берегите своих близких. А с вами была я, Виола, и мы еще обязательно увидимся. Всем пока.